в Соединенных Штатах Америки. Они сегодня уже начались, начались, уже идут, собственно, открылись участки, и по времени тех поясов, в которых штаты находятся разные, они там должны заканчиваться где-то как, начинаются типа в 7 утра, а заканчиваются в 19 в основном. Таким образом, уже выборы идут. Выборы идут, и по последним данным, оказывается, у них должно проголосовать, то есть имеют право проголосовать. В 20-м году это было порядка 244 миллиона, а в этом году это 255 миллионов, то есть больше где-то на 10-11 миллионов. А как известно, на тех выборах проголосовало где-то 160 миллионов, а сейчас оказалось, что проголосовало вот по почте и лично до 5-го числа более 82 миллионов. Ну, собственно, как я вам и прогнозировал. Это больше половины от тех, которые проголосовали в 20-м году. Это очень большая цифра, то есть это те, которые определились. Ситуация будет, как будут считать? Первыми будут считать голоса, конечно, те, которые сегодня пришли. Вот, потом будут считать тех, которые лично приходили, ну, а самыми последними будут считать, предпоследними, вернее, там еще будет один, это зарубежные разные участки, предпоследние это будут считать голоса по почте, так как Камала Харрис проголосовала, отослала свой голос в Калифорнию. Вот тогда, если брать 20-й год, Трамп и проиграл, как бы было ему, констатировали это поражение в результате результатов по почте голосов. А вначале он все время лидировал по всем этим подсчетам. И лишь только, когда появились голоса по почте, произошло опережение Байденом Трампа. Трамп сказал сейчас, ну, не 3-го числа он давал там какое-то интервью, его спросили, а можете ли вы проиграть, ну, вообще-то все возможно. Но он так хитро выразился, так он умеет, так обтекаемо выражаться, что, типа, ну, будет очень даже интересно. Он считает, что он побеждает, вот, что у него выигрышная ситуация, но может, все может быть, типа. И можно высказать точку зрения, что его команда, они все к этому готовы. Кстати, Кеннеди призвал голосовать своих сторонников за Трампа не только в этих, так называемых, неопределенных семи штатах, колеблющихся, но и во всех других. Это очень серьезно. Это такое заявление. Плюс вот эта бывшая жена одного из собственников Гугла, Сергея Брина, она выпустила, она что же, демократ была, как и Кеннеди в Демпартии, она, ну, миллиардер она, как бы то ни было, она выпустила очень мощный ролик за Трампа. Такой он креативный. Ну, и это все отмечают, что это, да, так очень здорово он был выстроен. То есть, борьба за победу идет практически как бы в любых формах проявления. Ну, по моим представлениям, вот, как я думаю, что Трамп должен победить. Но произойдет ли эта победа, наберет он большее. То есть, ну, главное набрать этих же выборщиков. То есть, надо победить в штате, чтобы потом были выборщики от этого штата. Каждый штат имеет определенное количество выборщиков. А чтобы эти выборщики проголосовали потом за того, за которого было большинство в штате. Ну, обычно так и бывает. Но как оно на самом деле? Тут же, причем, как бы победившему в этом штате достаются голоса, как известно, всех выборщиков. Как будет сейчас? Вообще, это еще тоже вопрос. Теперь же как бы нет ничего устоявшегося. Все начало двигаться, приходит в движение, становится нестабильным. Поэтому могут быть любые ситуации, которых еще не было. Следующий для нас очень важный вывод, все как бы понимают это, это а что же эти выборы будут результат для Украины. По-любому для Украины ничего хорошего не будет. Что-то мало победит, что этот самый Трамп. Поскольку при любых обстоятельствах, как известно, деньги и оружие выделяет, ну, самое главное, это Нижняя Палата Конгресса. По разным оценкам, все-таки Нижняя Палата Конгресса могут победить и, скорее всего, победят республиканцы. Более того, они могут и в Сенате победить. А в Нижней Палате Конгресса, если победят республиканцы, то, скорее всего, снова главой, ну, спикером этой Нижней Палаты станет Майкл Джонсон. Ну, естественно, я полагаю, что он в своем округе победит сейчас. Более того, там победят, видимо, в этих своих округах очень мощные, очень жесткие республиканцы. Особенно там есть вот это же, в том числе, Тейлор Грин. Ну, и это наша мадам Чернигова и так далее. То есть, там есть целый ряд очень серьезных фигур. Скорее всего, они опять победят и возьмут места в этом Конгрессе. Они, я полагаю, будет огромное большинство уже против того, чтобы давать Украине эти деньги и оружие. Тем более, что требование Майкла Джонсона к Зеленскому, чтобы убрать Хундай, как там в этом комедии вклад заклонит Ивушку, крек, ветер гнет плакучую, да? Уберите свой Хундай, когда попросили убрать. Зеленский сказал, что он этого делать, по сути, не будет, ему надо со спикером говорить. То есть, он не захотел прислушаться к тому, что ему настоятельно рекомендовал спикер парламента Нижней палаты Джонсон. Это при том, что именно благодаря Джонсону сегодня приходят эти деньги для Украины. И Зеленский умолял его просто, чтобы он это сделал. И он сделал это. Поэтому сейчас-то уже ситуация не повторится. Ну, я так думаю, так как бы логично. Но, правда, как бы, может быть, какие-то и другие события могут быть. В итоге лоббирующие компании есть, огромные деньги могут заплатить, чтобы было другое решение. Но, если так, как бы, объективно смотреть, то Зеленскому денег и оружие уже не дадут. Это, на мой взгляд, очень серьезные будут последствия данных выборов. Но есть, правда, версия, что типа могут и демократы больше набрать в Нижнюю палату. Но я очень сомневаюсь. Я считаю, что победят республиканцы. И в Сенате пройдут республиканцы. И там, а там и так практически не было большинства почти у демократов. Поэтому там будет, станет большинство республиканской. Главное, что там уже не будет вот этого, того, который был. Он руководил и большинством, и меньшинством. То он сказал, что он уже все. Он уже с этого поста уйдет. Поэтому будут выдвигать какого-то нового лидера в Сенате от республиканцев. Я полагаю, что это будет достаточно функциональная фигура. То есть, мы видим с вами, что ситуация в Соединенных Штатах развивается не в пользу Зеленского. Но надо четко говорить, или Ермака, надо четко говорить, что Зеленский, на мой взгляд, он сегодня не отождествляет Украину. И то, что полезно для Зеленского, это еще большой вопрос, полезно ли это для Украины и ее граждан. Поэтому, как бы, ну, Трамп, помните, заявлял, что если он выигрывает, он даже не будет инаугурации ждать, он сразу остановит войну. Может ли это он сделать? Я думаю, может. Сегодня выступал Путин и заявил, что Российская Федерация никогда не отказывалась от переговоров, и она за переговоры. А переговоров по миру не происходит лишь только потому, что это позиция Зеленского. Ну, и в данном случае Ермака, который заявил, что Украина готова к ситуации, что Россия отойдет за границу 22-го года до февраля, а потом вдруг сам резко поменял свою точку зрения и уже говорит, что надо, чтобы были, вычисли они на эти границы 91-го года. Почему он поменял точку зрения, вот это очень важный вопрос, чрезвычайно важный. Но нельзя же объективно говорить, что Ермак или Зеленский – это Украина. Они представляют какую-то точку зрения на сегодняшний день. Они сегодня вообще, Ермак вообще нелегитимный, а Зеленский уже тоже утратил полностью легитимность после 20-го мая. И будут его короли Талас-Сократия приглашать и признавать. Это их дело. Но с точки зрения Конституции Украины он не является сегодня президентом. А Ермак вообще непонятно кем является. Так что почему эти люди присвоили себе право это делать, это надо у украинцев спросить. Якобы вот по КМИСу последний соцопрос, что 63% украинцев готовы терпеть эту бойню, войну, типа сколько бы она не длилась. Это у меня, конечно, очень большой вопрос. Как это сумели они так это их наспрашивать? И в самом ли деле это так? Так, но вот в моем прогнозе Украина будет участвовать в этой международной бойне в разной своем форме и ипостаси и в конфигурации. Ну это еще сегодня у нас 24-й. Это минимум до 2033 года. То есть это где-то 9-10 лет еще. Причем эта бойня не остановится на Украине, она должна расшириться. Для этого, тем более, поскольку как бы уже вовлечены корейцы северные, то по сути она должна расшириться очень быстро на другие компоненты территорий. Я так полагаю. Если сюда попадут, уже и попали, как говорят, но их еще было якобы уже одно столкновение с северокорейцами, но пока как бы в Курской области пока это как бы все так как-то мифологически, это как бы фантомно пока это не совсем проявлено, да? Но якобы есть 10-12 тысяч уже, которые прибыли в Курскую область и они готовятся к боям с украинскими войсками. Так ли это? Нет? Ну, увидим, увидим. Что важно еще здесь? Что, естественно, если эти контингент есть, и он станет завозиться, это пушечное мясо северных корейцев постоянно, то ничего не мешает им зайти в Нарву, в Эстонию или в Польшу. Ничего не мешает корейцам заходить, потому что это как бы, как министр иностранных дел их заявила, была в Москве, что это вообще, они плечом к плечу с Россией, которая ведет, и они тоже вместе с ними, священную войну. То есть это вот такое заявление сделано. Поэтому можем сказать следующее, что президентские президентские выборы в США, они должны определить вот этот тренд главный. То есть если не будет оружия, не будет денег, и Трамп победит, а собственно уже мы это узнаем, но сегодня пятая, значит, у них уже это как бы идет, пятое число в полном объеме. То есть, например, если у нас будет, у них 19 часов должно быть, это добавляйте к нам 7 часов, это получается 20, ну где-то в 3 часа ночи по киевскому времени уже какие-то вещи будут известны. 3 часа, 4 часа, может даже чуть раньше, в 2 часа ночи. То есть, по сути, как бы будет понятно уже линия движения, да? Ну и в случае победы Трампа, конечно, мы можем говорить, что Трамп сразу, ну как он обещал, если не соврет, то же такое дело, что говорит одно, делает другое. Вот этот Мадуро в Аргентине обещал, что сразу введет свободное хождение американского доллара. Но я же там не слышал, чтобы он его вел. То есть, Зеленский обещал, помните сколько, что и уедет с этой Банковой, и будет на велосипеде ездить, и малому-среднему бизнесу налоги скостят, ну и мир обещал, и говорил, что не будет Донбасс воевать, и слез, и прочее, обещал, обещал, а все вышло наоборот. Поэтому Трамп тоже обещал просто неоднократно, что сразу будет прекращена эта бойня между Россией и Украиной. Ну и как бы вот Путин вдруг сегодня заявил тоже, что Российская Федерация готова к этому в полном объеме, но на базе, говорит, мы не отказывались, и был договор парафирован, да. Притом нормальный договор был, там же его публиковали этот договор, там можно было торговаться. Ну и вот теперь как бы такая ситуация, она не определена, как будет действовать, ну пока Зеленский, хотя он уже не имеет никаких полномочий с точки зрения вообще как фигура, потому что его полномочия 20 мая полностью завершены как президента. поэтому ситуация, она выглядит следующим образом, и собственно уже немного времени осталось, это ночь у нас в Киеве на 6 число. И мы будем уже понимать и тогда делать более какие-то уже выводы, ну скажем, более обоснованно реальные. Но точно можно сказать, что ни одна, ни другая сторона, я думаю, ни Трамп, ни Камала, они не признают своего поражения. Это очень похоже на то, что сейчас производят в Грузии и в Молдове. Поэтому вполне возможно, что подобная ситуация может разыграться сейчас и в Соединенных Штатах Америки, что не будет победившего. И другая сторона не признает свое поражение. Ну давайте будем наблюдать, смотреть со стороны, как это будет происходить. Ясно, что все стороны будут отстаивать и биться за свои результаты на участках. Я думаю, группы вот такие бойцовские, они уже есть. И они будут очень жестко контролировать процесс подсчета голосов. Поэтому там будут чрезвычайные могут события начаться в этом всем, в Соединенных Штатах Америки. Ну давайте будем наблюдать. Уже недолго осталось. Будет явка, очень важна явка. Америки.